На календаре вторник на часах 18.00, а это значит самое время для программы «Прямо сейчас прямая линия» в студии Александр Калачев. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает влиять на нашу с вами жизнь, на все ее сферы. Сегодня поговорим о том, как COVID-19 сказался на работе и образовательном процессе Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. У нас в гостях руководитель организации Владимир Янин. Владимир Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, коллеги. Давайте начнем с того, что вы нам расскажете о том, что же из себя сегодня представляет медицинская академия. Сколько студентов у вас, сколько преподавателей, по каким направлениям ведете обучение. Сегодня Ханты-Мансийская государственная медицинская академия – это образовательная организация, которая реализует образовательные программы нескольких уровней. Это образовательные программы подготовки специалистов среднего звена по таким направлениям, как сестринское дело, подготовка медицинских сестер, лечебное дело, подготовка фельдшеров, акушерское дело, подготовка акушерок и лабораторная диагностика, подготовка медицинских техников-лаборантов. Это специалисты среднего звена. И эти образовательные программы обеспечивают сотрудники факультета среднего медицинского профессионального образования. Программы высшего образования, программы специалитета – это лечебное дело, подготовка врачей. Это лечебный факультет, это универсальный факультет медицинский, после которого человек может специализироваться в любом направлении в последующем своей медицинской профессиональной деятельности. Далее подготовка ординаторов по направлениям внутренней болезни, хирургии, онкологии, акушерства. И аспирантура, подготовка научно-педагогических кадров по двум направлениям – это фундаментальная и клиническая медицина. И здесь физиология, биохимия, гистология, клеточная биология, внутренней болезни, хирургии. На сегодняшний день наша академия – это квалифицированные специалисты. Основу, безусловно, и главные действующие лица – это профессорско-преподавательский состав, ядро которого составляют кандидаты наук. Это 67 кандидатов наук, 28 докторов наук. Из них большая часть имеют аттестаты доцентов и профессоров. Если говорить о количестве студентов, ординаторов и аспирантов, это более 1200 человек. Таким образом, академия – сформированный ВУЗ, выполняющий свою задачу. А главная задача нашей медицинской организации, нашей академии – это подготовка медицинских кадров для здравоохранения округа. Я могу сказать, что эту задачу мы выполняем. Специалисты, которые выпускаются, выходят из стен академии, идут в подавляющем большинстве в медицинской организации округа. И вот та ситуация, которая сегодня сложилась снова для нас, я имею в виду для человека, угрозой, новой инфекцией, эпидемией, эпидемией ковид, она показала то, что наши специалисты и наши студенты, они очень активно участвуют в той работе, которая проводится системой здравоохранения по защите населения нашего округа от этой новой биологической инфекционной угрозы. А как, кстати, пандемия коронавируса отразилась на учебном процессе? Что пришлось изменить, скажем так, в образовательных программах, может быть, в форматах лекций и так далее? Вот я специально принес такую иллюстрацию, ее, я думаю, что мы не покажем, она не очень яркая. Показана динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией ковидом преподавателей и сотрудников в этом семестре. Вот если мы начали этот учебный год в очном режиме и надеялись, что это пройдет именно так, то уже к концу октября, начало ноября у нас увеличилась заболеваемость среди сотрудников и студентов. Я могу сказать, что в это время регистрировалось до 30 заболевших студентов и где-то эти же цифры по сотрудникам. И в это время были приняты решения. Естественно, что эти решения основывались на распоряжениях правительства округа, рекомендациях Роспотребнадзора о том, чтобы внести изменения в учебный процесс. И эти изменения были внесены. Мы сейчас часто используем разные термины. Дистанционное обучение и так далее. Они не совсем корректны. В настоящее время мы используем технологии дистанционного образовательного процесса. Дистанционные образовательные технологии. И сегодня мы работаем в смешанном режиме, когда часть занятий, которые предусматривают максимальную концентрацию значительного количества людей, студентов, это лекции, когда мы собираем по 100-120 человек, они переведены в режим с использованием дистанционных образовательных технологий. А часть занятий, которые мы не можем перейти в такой режим, мы проводим в очном режиме, но при этом тоже со своими особенностями. Большая часть студентов, в силу того, что в наших клинических базах, и прежде всего окружная клиническая больница, идет процесс, когда в том или ином отделении возникает занос инфекции, оно закрывается, мы вынуждены были по согласованию с руководством больницы убрать студентов и вести занятия на базе нашего главного корпуса, там, где нет потока больных, но тем не менее использовать имеющиеся технологии с тем, чтобы принцип обучения у постели больного, он все-таки сохранялся, пусть дистанционно, но тем не менее. Этот процесс, вот я сейчас описал в этом семестре, но мы знаем, что эпидемия началась весною, точнее в конце зимы, и да, мы тоже вынуждены были перейти на режим с использованием дистанционных образовательных технологий. Мы завершили семестр, учебный год, мы провели аттестацию наших выпускников, в том числе и выпускников, и государственную аттестацию с использованием дистанционных технологий, с максимальным соблюдением всех признаков аттестации. Естественно, таким важным этапом итоговой аттестации является работа с больным. В этом случае мы моделировали дистанционную работу студента, будущего выпускника, врача, и в качестве больного выступали сертифицированные сотрудники, сертифицированные психологи, которые моделировали определенного пациента, поведение пациента, и выпускник демонстрировал аттестационной комиссии умение вести опрос, другие манипуляции. И мы успешно провели государственную итоговую аттестацию, результаты сопоставимы с результатами предыдущих годов, и то же самое можно сказать с промежуточными аттестациями, это экзаменами, когда результаты сессии по дисциплинам, они сопоставимы с результатами того, что мы набудали в прежние годы. Вместе с тем мы должны понимать, что вот эти формы использования дистанционных образовательных технологий, это своеобразный компромисс. И вот я еще раз хочу вам показать, вот это вынужденные меры, вот пик был, после того, как вводились, введены были вот эти меры, которые предусмотрели разобщение и студентов, и сотрудников, мы видим, что заболеваемость и студентов, и сотрудников прошла на минимальный, и сегодня мы имеем по официальным данным двух студентов, которые показали ковид плюс результаты, и одного сотрудника. И я надеюсь, что эта ситуация, все мы надеемся, что сохранится на этом уровне. Но что я хочу сказать, это определенный компромисс, это определенный компромисс, и очень хорошо, что вот эта угроза, эта новая ситуация, она сложилась сейчас. Потому что сейчас мы все-таки имеем определенные информационные ресурсы, определенные технологии, дистанционных образовательных технологий, и это нам позволяет выполнять учебный план, это нам позволяет реализовывать образовательную программу. Несмотря ни на что мы провели выпуск специалистов, и специалистов среднего звена, и выпускников лечебного факультета, ординаторов, аспирантов, иными словами, жизнь продолжается, даже в этих условиях. А как приемная кампания проходила? Понятно, что тоже коронавирус не мог не отразиться. Да, здесь тоже были свои условия, когда был до минимума уменьшена возможность личного представления документов в приемную комиссию. Документы подавались дистанционно, принимались. Это было сложнее. Это было сложнее, поскольку всегда при личном контакте возникают какие-то вопросы, и на большинство этих вопросов человек получает ответ, а в дистанционно было очень много полемики, вопросов иногда излишно. Но, тем не менее, приемная комиссия справилась, приемная кампания завершена. Мы выполнили задание Департамента образования по контрольным цифрам приема. На факультет среднего медицинского профессионального образования для подготовки специалистов среднего звена принято 300 человек. На факультет лечебный для подготовки будущих врачей приняты 125 человек. 60 человек принято в ординатуру и 14 человек в аспирантуру. Мы выполнили задание, несмотря на те условия, которые сегодня есть. А вот оценивая поток абитуриентов, если проследить динамику, есть ли, например, интерес к какой-то конкретной профессии, специальности, я имею в виду, с годами меняется запрос у абитуриентов на какие-то определенные специальности? Медицина очень консервативная сфера деятельности. И это можно сказать и по отношению, скажем, к академии. Вот мы готовим специалистов лечебное дело. И люди, которые хотят стать в будущем хирургами, акушер-гинекологами, невропатологами и так далее, они поступают сюда. Потом уже происходит дифференцировка, происходит специализация. То же самое про специалистов среднего звена. Кто хочет стать медсестрой, это специально. Всегда востребована фельдшер, акушер-гинеколог. Вы знаете, вот очень часто, присутствуя на образовательных форумах, иных совещаниях, я очень часто слышу о том, что необходимо предлагать на образовательный рынок новые специальности. Наверное, надо, но должна продолжаться подготовка тех специальностей, без которых жизнь общества невозможна. И вот мы готовим терапевтов, медицинских сестер, фельдшеров и так далее, и тому подобное. И это очень хорошо. И это всегда будет востребовано. Я сейчас говорю о ребятах, которые пытаются определиться. Они найдут себе работу по окончанию. Вы абсолютно верны, потому что, когда человек делает вот такой очень важный шаг, выбирая профессию, он должен понимать, кем он будет работать. Очень часто профессия сравнительно новая, она кажется привлекательной. И она, безусловно, привлекательна. Но нужно понимать, готов ли рынок труда принять тебя и обеспечить тебе достойное существование. Это очень важный момент. Выбирая медицину, выбирая вот такие программы, о которых я сейчас сказал, надо понимать, что ты всегда будешь трудоустроен. Это раз. Применительно к нашему округу ты будешь трудоустроен в современных медицинских организациях. И у тебя будет прекрасная возможность профессионального роста построения профессиональной карьеры. И это не противоречие вот тому, что я сказал там про новые специальности. На сегодняшний день медицина – это настолько стремительно развивающаяся отрасль наших знаний. Я всегда говорю студентам о том, что вот то, что мы сегодня воспринимаем в качестве рутинных методов лечения, скажем, методы экстракорпорального оплодотворения, методы выхаживания новорожденных от 22 недель и 500 граммов и выше. Когда я был студентом, это были 70-е годы, о некоторых технологиях не говорили. Нам всегда говорили на акушерстве, вот там 38 недель, вот все, что раньше, это очень проблематично. И, как правило, это называлось выкидыши, это все. Сейчас выхаживаются люди, родившиеся 500 грамм. Что будет через 20 лет, сказать трудно. И вот у тех, кто имеет на сегодняшний день медицинское образование, да, я говорю, прежде всего, о высшем образовании, у них будет возможность. А применительно к нашему округу смотришь, насколько эффективно и активно внедряются в практику медицинских организаций современной технологии. Да, и будет возможность и специализироваться. Так что перспективы очень неплохие. Хорошо. Студенты полученные навыки уже сейчас могут применять, опять же, благодаря или из-за пандемии. Да, как медакадемия помогает медицинским учреждениям округа? Людьми, кадрами, знаниями и умениями. Вот, у меня несколько возражений против термина «помогает». Вот, когда мы говорим «помогает», у меня всегда возникает воспоминание собственной студенческой юности, когда мы помогали колхозам в сентябре убирать овощи. Вот это была помощь, поскольку мы привлекались в ту сферу, которая нам не свойственна. А когда на первом курсе человек поступает в медицинский вуз, он надевает белый халат. Тем самым он подчеркивает, что он становится частью медицинского профессионального сообщества. Поэтому мы не помогаем, мы максимально, по мере возможности, по мере возможности, что я под этим понимаю, уровень квалификации, прежде всего, студентов в совмещении с учебниками, мы участвуем вот в этой работе. Вот, несколько цифр. Летом, естественно, практика студенческая. И вот более тысячи наших студентов, они участвовали в работе медицинских организаций и в Ханты-Мансийске, и в других населенных пунктах округа. Они участвовали в работе медицинских организаций. Кто-то участвовал непосредственно в работе с ковидными больными, кто-то вставал на место тех сотрудников, которые уходили в ковидную зону. Поэтому вот это цифры, вот такие цифры. При этом студенты и ординаторы проходили обучение по программе диагностики, лечения ковида. Это 36 часов. Поэтому в определенной степени они подготовлены. Хотя настолько новая инфекция, новое заболевание, что трудно понять и определить какие-то очевидные подходы. Если мы говорим сейчас, то с учетом сегодняшней ситуации внесены изменения в программу практики студентов факультета среднего медпрофообразования. Сейчас в декабре более 300 студентов, это будущие сестры, фельдшеры, акушерки, они пойдут в больницы. Они будут, да, это практика, но с учетом потребностей больницы вот этой инфекционной эпидемической ситуации. И вот мне бы сейчас хотелось один пример привести. Приводите. Вот наш выпускник на сегодняшний день это врач-терапевт Саитаджиев Батурдин Расулович. Ему 26 лет. Он недавно закончил наш вуз. Работает в качестве врача-терапевта окружной больницы. В академии учился очень хорошо. Закончил вуз с отличием. В 2017 году стал студентом года. Начал свою работу с врача поликлиники. Это первичное звено. Затем, вот в сегодняшней ситуации, работал в окружной клинической больнице. И по результатам своей работы он был награжден орденом Пирогова. Вот я сейчас зачитаю. Боюсь ошибиться. Это государственная награда Российской Федерации, которая была утверждена в 2020 году указом президента за заслуги в здравоохранении. За что? За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга. Вот наш выпускник, ну, несколько прошло лет, да, он получил столь высокую награду. За что? Прежде всего, за то отношение, неравнодушное к делу. За свой профессионализм, понимание ситуации, когда человек не считает минуты, когда закончится рабочий день, а он относится так, как необходимо относиться к делу, которому ты служишь. И вот наш выпускник, Батурдин, мы испытываем гордость, что смогли подготовить. Безусловно, это его качество, но и то, что он закончил наш вуз, это очень приятно. А как вообще студенты оказались готовы вот к этому вызову времени в виде пандемии? А что вы понимаете, готовы? Ну, у нас не было ли каких-то разговоров, ох, ну как, мы всего лишь студенты, а нас сразу в красную зону, там. Вы знаете, когда человек выбирает свою профессию, свой жизненный путь, он должен понимать, что каждая профессия налагает свои особенности, свои требования. Когда человек выбирает профессию военнослужащего, он должен понимать, какие риски несет эта профессия, родину защищать. Когда человек выбирает направление, связанное с медициной, это профессия защищать человека. Еще Гиппократ сказал такую фразу, что любовь к медицине, она неотъемлема от любви к человечеству, к человеку. Да, ты должен понимать, что твоя задача облегчить страдания больного человека, и это твоя задача. И вот я могу сказать на сегодняшний день, что каких-то отрицательных, протестных с точки зрения, я сюда не пойду, особенно не было. Понятно, что у каждого свои мысли в голове, бывают в вузах и проходят там в сети, когда студенты выступают, что что-то не так делается. Всегда нужно понимать, что те решения, которые принимаются, скажем, принимаются вузом, кафедрами, они принимаются исходя из ситуации, из условий, и они продиктованы потребностью. Вот сегодня потребность, вот сегодня совершенно необычная эпидемическая ситуация, новая болезнь, новая инфекция, на тебе белый халат. Работай в том месте, где это необходимо в соответствии с твоей квалификацией. И вот мне, в общем, приятно о том, что наши студенты проявили очень хорошее профессиональное качество. Это, как принято было говорить в советское время, сознательность, очень высоковолонтерская активность наших студентов. Они работали и на том участке, где требуется развозить продукты и лекарства. Они очень активно работали в колл-центрах. А что такое работа в колл-центре? Это очень квалифицированная работа. Ты должен быть готов, квалифицированно ответить на любой вопрос, да, вот в пределах этой сферы. Это знание законодательства, знания определенные медицинские. И наши студенты справились с этим. И мне тоже это очень приятно. И этот тот опыт практически, который они заработали, он пригодится им в жизни, в их дальнейшей профессиональной жизни. То есть мы здесь говорим о, как бы это кончуственно изучало, о благе пандемии. Это не благо. Это не благо. А что, это опыт, да? Это опыт. Это практический опыт, который сейчас мы, я имею в виду, система здравоохранения, нарабатываем по профилактике лечения вот этой новой инфекции. Уверен, что через какое-то время появятся другие инфекции. Вот. Но сегодня вот это угроза. Которой мы оказались готовы и которая позволит нам быть готовыми к другим вызовам. У меня вот такие мысли иногда возникают. Вы знаете, нам повезло, что вот эта новая инфекция появилась вот в это время. Вот если бы это было в 90-е годы, я не знаю, как бы мы выбрались из этой ситуации. Потому что ситуация была совершенно другая, была другая общественная, скажем, готовность, состояние системы здравоохранения. Ну вот так. Наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю Владимира Янина за то, что он рассказал нам, как Медицинская Академия, ее студенты и преподаватели отреагировали на такой глобальный вызов, как пандемия коронавируса. Посмотреть эту программу, еще раз выслушать ответы экспертов на самые разные вопросы, вы можете на портале юградефиств.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи на канале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова